То Ра понимает чудо. И получается, если мы посмотрим на все описания, то, что на наш взгляд чудо, то батарея – это не обязательно сверхъестественное явление. Это, скорее, явление, которое редкое, но самое главное, что оно должно быть в правильное место и в правильное время. Уникальное событие, но очень уж своевременное. А законы природы здесь ни при чем. Чудо – это уникальное явление, которое случается в нужном времени, в нужное место и в нужное время. Теперь цитаты, которые мы говорили, это про пророка Ильяу на горе Хоре, который разговаривает со Всевышним. Всевышним ему показывают разные впечатлительные явления природы и говорит ему, что это не главное, что чудеса, как бы землетрясения, огонь – это все есть, но это больше аксессуары, чем… То есть вера у Всевышнего не держится на этих событиях. И более того, все чудеса Бог устраивает так, чтобы мы не могли бы указать пальцем – вот случилось чудо, вот сверхъестественное явление. Это не так, это построено более тонко. И пример, который мы объясняли – это египетские казни. Что при первом прочтении это кажется сверхъестественным явлением, а при внимательном прочтении мы видим, что это цепочка экологических катастроф. Мы объясняли про датировку этих египетских казней и было видно, что все логично. Вот этого слайда у нас, по-моему, не было. Это показывает, как, так сказать, что было. Вот водоросли отравили воду в Ниле, погибли рыбы, лягушки вышли наружу, и им не было еды, они сдохли. На их местах появились много комаров, которые отравили скот, отравили людей. Теперь животные, которые ели этих лягушек и рыб, им было делать... Вот такая логика, и это оров. Вот так мы объясняли египетские казни. Они как бы вроде бы всеестественные, а с другой стороны видна рука Всевышнего. Теперь мы говорим сейчас про другие чудеса, как уже чудеса исхода. Тут я основываюсь на книге профессора Сэра Колина Хэмфриса, который материаловед, я тоже материаловед, то есть мы близки по специальности. И вот он, как профессиональный экспериментальный физик, объяснял чудеса исхода. Ну, кое в чем я с ним согласен, кое в чем я могу его дополнить, но вот эту книгу я взял как бы за основу, и я немножко пересказываю этого человека, а немножко добавляю сам. Значит, вот давайте поговорим про исходы евреев из Египта. Евреи ушли из Египта, подошли к Красному морю, уходить некуда, и вот, может, простер руку, отводил Господь море сильным восточным ветром, приватил море в сушу, разверглись воды, и, так сказать, сыны Израиля вошли, и воды стоят справа и слева от них. В общем, вот картинка, как Красное море расступилось, и евреи проходили. Как такое могло быть? Посмотрим, как бы, на сам стиль описания этого события. Тут, заметьте, сказано, что был сильный восточный ветер. То есть, как бы, там Туран намекает, что можно было сказать, ну, ветер отогнал воду, получилась суша, евреи прошли. Как бы, рука Господня действовала из-под воли, не так уж очевидно. Но как это все-таки могло быть технически? Давайте, так сказать, вопрос тут упирается, в каком был маршрут исхода. Ну, так сказать, это вопрос нерешенный до сих пор, и есть масса вариантов. Значит, вот посмотрим на карту. У нас есть где-то море, короче, которое расступилось перед ивремя. Значит, у нас есть, это Суэцкий залив, это Илладский залив, вот здесь есть еще соленые озера. И где проходил маршрут исхода, нам совершенно непонятно. Это к тому же еще упирается, а где была гора Синай? Значит, для нас, как бы, сегодня, ну, где гора Синай? Там Десинайский полуостров, то есть вот здесь она. Вот монастырь Катерина и так далее. Но дело в том, что, так сказать, это тоже заступление. Горы Синай в Синайском полуострове, это христиане, это ранние христиане. Где-то, по-моему, четвертый век, и что-то в этом роде. То есть до этого, как бы, никто, как бы, не думал, что это было здесь. Вот здесь нарисован один из вариантов исхода, который упирается на то, что гора Синай находится вот здесь. Значит, здесь переходили советские заливы. А, сейчас, значит, когда нам говорится про то, что раступилось Красное море, на иврите это Ямсуф, то есть Тростниковое море. И обычная аргументация такая, что тростник растет только в пресной воде, поэтому здесь не могли переходить, это здесь соленая вода, здесь тоже не могли переходить, соленая вода и здесь не могли переходить, тут тоже соленая вода. Вообще не ясно, где переходить, но, так сказать, вот у нас тут есть картинка, это Илландский залив, так, и мы хорошо видим тростник. То есть аргументация, что Ямсуф, это как бы Тростниковое море, что это должно быть пресное озеро, оно никуда не работает, потому что возле берега есть пресные источники, и тростник там прекрасно растет. Так что у нас все три варианта и вот это место, и вот это место, и вот это место могут быть, так сказать, вариантами схода. Ну, давайте все-таки посмотрим, сравним эти три варианта. Мы сейчас, наша задача понять, какое море раступалось, какие могут быть варианты. Вот один из возможных маршрутов исхода. Вот где-то здесь земля Гошен, вот евреи идут сюда, это переходит в Суэцкий залив в районе Перешейка и идут на гору Синай. При этом мы считаем, что гора Синай находится вот в Синайском полуосе. Но это не единственный вариант. Вот как раз автор книги Колин Хэмпперс предлагает, дает веские аргументы о том, что гора Синай находится вот здесь. Это медиан. Тогда евреи выходят из Египта, проходят где-то вот здесь и переходят в Красное море в районе Иллада. Так сказать, тогда вот это море отступилось. Есть и третий вариант. Значит, что гора Синай находится все-таки здесь, в медиане, а евреи проходили все-таки по Суэцкому перешейку. Вот здесь проходили мимо Красного моря. Да, мы проходили, это сегодняшний Иллад, гора Синай вот здесь. Я буду следовать вот этой версии. Мне кажется, что было вот так, что переход через Красное море – это Суэцкий перешейк, а гора Синай находится вот здесь. И мы дадим еще аргументы по этому. Значит, теперь как можно объяснить то, что Красное море раступилось? Вот не так давно, в 2010 году, появилась статья в совершенно нормальном журнале «Плосс Ван», я там печатаюсь, кстати, и объяснялась, как от ветра могло произойти раступление Красного моря. Совершенно, так сказать, серьезная статья с расчетами, с моделями, с компьютерным симуляшем, и по названию ничего не скажешь, а на самом деле объясняют, как Красное море раступилось. Значит, что имеется в виду, если есть длинный залив, длинная водная поверхность, вот такая, и дует ветер, нужно, чтобы он дыл очень долго, то вода, он может действительно отогнать воду. Если при этом профиль дна не такой наклоненный, а вот такой, видите, есть хребет подводный, то когда ветер отгоняет воду, то вот здесь остается вода, и вот здесь остается вода, и по этому хребту можно пройти. Значит, это как бы ровно то, что написано в Торе. Ветер гнал, отогнал воду и, так сказать, прошли по суше. Проблема в том, может ли такое быть. Наблюдать такое никто не наблюдал. Поэтому вот эти два ученых, они сделали компьютерные симуляции, и у них получилось, что это возможно, что действительно, если сильный ветер дует всю ночь, так сказать, много часов, то он может отогнать вот такое количество воды. Они взяли карту, так сказать, Суэцкого канала, Суэцкого залива, и посчитали, что это вполне могло быть. Так? Сейчас. Теперь, они сделали это для Суэцкого канала, но Кольн Хемфрис, он посчитал это для Илладского залива, и у него то же самое получилось. Смотрите, они длинные, они, в общем, довольно похожие. И поэтому, так сказать, этот Саддан, он мог быть и как бы и там, и тут. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Сейчас. Что я могу сказать по этому поводу? Научное объяснение того, как раступилось Красное море. Но я бы тут сказал вот что. Да, конечно, нужно искать научное объяснение этого события. Но вопрос в том, в какой науке это надо искать. Значит, я физик, так сказать, другие физики ищут вот такое объяснение. Но, то есть, при всем моем умножении к физике, я бы обратился скорее не к физике, а к истории. И задал вот какой вопрос. А был ли какой-нибудь исторический эпизод, что вот прошли по морю посох и по дуну моря? К своему удивлению, я обнаружил, что такой эпизод был. Был еще, был персонаж, который прошел по морю посоху, и это окажется никто иной, как Наполеон. Кто-нибудь про это слышал или нет? Да. О переходе Наполеона через Красное море. Вот на что я набрел. Какой рассказ. Вот я набрел на книгу, в которой объясняется про разные морские явления. И там было упомянуто, что Наполеон, оказывается, переходил через Красное море. Я полистал, нашел мемуары секретаря Наполеона, где подробно описано, как он это делал. И вот давайте обсудим переход Наполеона через Красное море. Мы помним, что в 98-99 году Наполеон устроил экспедицию в Египет. Он привел французскую армию в Египет, много там воевал, после этого пришел в наши края, прошел по побережью, попытался взять крепость Акро, не получилось. Он сражался с турками на горе Фавор, там же, где барак, турок победил и ушел обратно. Но вот там был, оказывается, эпизод. Наполеон, у него была научная программа, он взял с собой полторы сотни ученых. И он изучал, так сказать, гиблейские события на местности. И вот, сейчас, что он сделал. Он, вот здесь находится город Суэц. Это карта Суэцкого залива, древнего, ну, карта 19 века, который, тут нет Суэцкого канала. И Наполеон хотел исследовать возможность постройки Суэцкого канала с тем, чтобы у него был собственный путь в Индию, в отличие от англичан. И он специально приехал сюда из своего штаб-квартиры изучить вот это место, Суэц, потому что здесь в древности шел канал Донила. Они нашли этот канал, а потом Наполеон решил исследовать окрестность. Значит, мы сейчас вернемся к этой карте. Значит, вот Суэцкий залив. Вот это место, это его конец. А вот это место называется Суэцкий перешейк. Вот это та же самая карта, то же самое место, но увеличено. Карта не видна. Видна или нет? Не видна. Не видна. Левая или правая? Никакая. Все слишком белая, что ли? Нет, видим вас. А, извиняюсь. Сейчас, сейчас. Share screen. Окей. Share. Сейчас. Это видно? Картинка? Эта картинка была? Сейчас видно. А, значит, есть книга, где описаны разные морские явления. И вот там я набрел на эпизод о переходе Наполеона через Красное море. Это просто картинка, это не фотография. Теперь посмотрим, о чем речь. Карта Суэцкого залива видна сейчас? Сейчас карты видны? Все видно, все видно. Еще раз. Вот здесь, вот Суэцкий залив. Вот это его верхняя часть. Вот здесь порт Суэц. Вот здесь в свое время был канал до Нила. Вот Наполеон интересовал этот канал. Теперь он, поэтому приехал сюда исследовать это место. Значит, вот на этой карте то же самое место, но зум. То есть, видите, здесь 2 километра, а здесь 5 километров. Вот Суэцкий канал, Суэцкий залив, вот он. И вот здесь узкое место, перешей. Здесь где-то 2 километра. Так. Теперь Наполеон исследовал город Суэц. И ему сказали, что на другом берегу, вот в этом месте, находится колодце Моше. Прямо так и называется, колодце Моше. И он решил туда пройти. Он находился в этом месте. Чтобы доехать до этого места, в общем, ему нужно было вот такой крюк. Это 15-километровый крюк. А здесь можно пройти, так сказать, вроде через море. Оказывается, в Советском заливе есть хорошие приливы и отливы. И Наполеон подождал отлива. И когда был отлив, они прошли вот по этому месту, посоху. Приехали, вот здесь, это выдержка из мемуаров секретаря Наполеона. Вот Наполеон осмотрел Суэц. Подождал отлива. Прошел по, что называется, по дну моря. Сейчас, извиняюсь. Сейчас, одну секундочку. Прошел по дну моря. Там было много народу, большой отряд. Приехали сюда, в колодце Маше. Действительно, там были источники воды. Они попытались сварить кофе. Оказалось ужасно горькое. Кофе было невкусное. И они повернули обратно. И когда они повернули обратно, они вышли не совсем в то место, куда надо. И пропустили время отлива. И стали переправляться обратно. И тут вода поднялась. В этом месте разница в уровне воды между приливом и отливом почти 2 метра. То есть, когда они прошли туда, по отливу, они прошли фактически по сухой земле. А на обратном пути вода сильно поднялась. И, в общем, они едва выжили. Все были на конях, конечно. То есть, они сидели высоко. Теперь, вот здесь полное описание. Кто хочет, потом прочтет. Забавно, что было потом. Вот цитата самого Наполеона. Я перевожу с английского. Из-за низкого прилива мы пересекли Красное море по суху. А на обратном пути была ночь. Мы запутались. Было очень опасно. Я почти погиб почти так же, как египетский фараон. Если бы я погиб, как египетский фараон, то это был бы неисчерпаемый источник вдохновения для всех христианских хрященников. То есть, он очень хорошо понимал, что вот именно он как бы имитировал фараона. Получается, что вот в этом месте нормально переходить Суэцкий залив по суху. Оказывается, это пишется дальше в тех же воспоминаниях секретаря Наполеона, что это место хорошо известно. И все караваны, которые идут с этой стороны, они не делают вот такого крюка. Они идут по суху. Ждут отлива и идут по суху. Получается, что сценарий, когда... Как мы тогда могли бы понять, что происходило при выходе евреев из Египта? Ну, скажем так, евреи дошли досюда, фараон их преследовал, евреи прошли по отливу сюда, дальше был ветер, который как бы помогал приливу. И когда фараон уже сюда пришел, то пошел прилив, и они все затонули. Примерно так же, как Наполеон на обратном пути. То есть получается, что, так сказать, это чудо с вступлением в Красном море, его можно объяснить как бы совершенно естественно. Это, так сказать, такое бывает. Ну, раз такое бывает, то как бы научных объяснений искать не надо. Ну, что можно сказать? Давайте посмотрим описание этого события. Сейчас. Тут и есть все-таки тонкость, которая объяснить мне трудно. Написано, что отводил Господь море сильным восточным ветром. Значит, на иврите это рог Кадима. Так сказать, восточный ветер по отношению к Суэцкому заливу это вот отсюда, что ли. Как он может отогнать море, непонятно. Потому что нужно, ветер, который отгоняет море, он отсюда должен быть. Но, например, с Наполеоном мы видим, что и ветру-то не надо было. Просто приливы и отливы, и все. А тогда в чем заключалось наше чудо? Что Красное море раступилось вовремя. Вовремя и, так сказать, евреи прошли, а тогда, можно сказать, по-другому. А что, что Наполеон не Наполеон, а фараон полез, что он не знал, что там приливы бывают. Ну, смотрите, Наполеон тоже, так сказать, не знал, что там... Наполеон про приливы знал все как надо. Он все-таки на Корсике вырос, на острове. Но тоже на это попал. А про фараонов мы можем сказать, египтяне по морю плавать только не умели. Они по Нилу плавали. И все-таки, так сказать, приливы и отливы знали хуже. Ну, так сказать, что мы можем еще сказать? А годится ли это объяснение, вот если бы могло бы раступление Красного моря происходить вот здесь, в Илладском заливе? Тут вот в чем дело. В Илладском заливе разница между, уровнем воды, между приливом и отливом, она всего полметра. То есть здесь этот механизм не работает. А в Советском заливе, вот здесь, разница между приливом и отливом, почти два метра. Если туда добавить ветер правильный, то разница получится еще больше. То есть получается, что здесь все могло происходить. Все могло быть естественным. То. Давайте-ка. Значит, я сейчас хочу перейти к следующей истории. А если есть вопросы, давайте зададите сейчас. Сдавайте сейчас. Хорошо? Про переход через Красное море есть вопросы? Еще переход через Иродан. Это отдельная история. Это отдельная история. Ну давай, хорошо, не будем. Да, отдельная песня. Продолжаем, да? Хорошо. Сейчас. Одну секундочку я сделаю share. сейчас нет share. Правильно? Так, share screen. Теперь говорим вот о чем. Мы помним, как Тура описывает всю эту историю. Но забавно, как это отразилось в фольклоре. Вот, читая как-то сказку «Братьев Гримм Шестерослук», и вдруг вижу, что там история с Красным морем, поступление в Красный море тоже фигурировала. Значит, может быть, вы ее знаете, эту сказку, может быть, вы не знаете. Там принц должен для того, чтобы получить свою невесту, достать кольцо из Красного моря, а у него Шестерослук, и вот один из них выпил Красное море, и, то есть, принц достал свое колечко. А потом принц убегает с принцессой, а старуха, мать ее, колдунья, послала войско, и толстяк выплюнул Красное море, и сделает большое озеро, войско утонуло. И мы в этой сказке с удивлением обнаруживаем нашу историю о том, как раступилось в Красное море, и которая таким странным образом нашла свою дорогу в сказку. Теперь, то, что я сейчас спрашиваю, примерно год как. Если бы у нас не было этой истории в Танахе, а все, что мы знали про переход через Красное море, было бы из этой сказки, могли бы мы хоть что-нибудь понять из этого. как-то не странно, какие-то факты здесь сохранились. Это чистая сказка, чистое чудо, но оно вроде бы отражает реальные события. Так же, как войско фураонов погибло в Красное море, здесь войско и колдунь погибло в море. Тут в каком-то момент не было моря, было сухо, а потом оно разлилось, и реально это было. То есть, когда мы читаем про многие чудеса тех же, скажем, может быть, даже в книгах пророков, я не знаю, и мы видим, что совершенно чудо, но за этим могло стоять совершенно реальное событие, которое есть нормальное объяснение, так же, как здесь. То есть, про многие описания чудес у нас есть описание типа такого, а реально здесь это выглядит как чудо, а реально это было вполне естественно. Теперь мы идем к следующим чудесам. А следующие чудеса, она все-таки упирается на то, где находится гора Синай или гора Хурен. Сейчас мы меняем тон, и наша задача объяснить горящий куст и столб огня и облачный столб. Основная посылка, что гора Синай, она же гора Хареф, это вулкан. Теперь, прежде чем про это поговорить, надо все-таки понять, где она находилась. Вот здесь я привожу аргументы про то, что гора Хареф, она же гора Синай, находилась вот в этом месте, это Медиан. В отличие от этого места, где мы считаем, где она традиционно находится. Вспомним, что традиционно это христианская традиция. Давайте вспомним, когда мы впервые говорим про гору Хареф, когда Мушеф пас овец и трон в своем детстве жрец Медиан. Медиан это вот это место. Это север Саудовской Аравии. И он пришел, когда пас овец к Харефу. Если он находится где-то здесь, а Хареф где-то здесь, это логично. Но если он находится где-то здесь, а Хареф находится вот здесь, это совершенно нелогично. Тем более, что это пустыня. Зачем спасти овец? Нужно было вот так что лететь. То есть по этому стиху Хареф находится в Медиане. Вот здесь. Песня де Борре. Песня де Борре это как бы следователи текста Танаха считают вообще самая древняя часть которая есть Танах. Как там говорится как? Когда выходил ты от Сеира Сеирот вот здесь Идом. Честл в Поле Идомск вот это место. Облака города это Синай перед гора Синай. То есть когда Шем шел через Сеир то куда он шел в Израиль вот сюда то ясно дорога отсюда идет через гору Сеир а дорога отсюда она идет вот так она не идет через гору Сеир отсюда вот гора Синая в Синая а вот Кадыш Барне нам можно сказать а ну все-таки мы знаем что это Синайский полуостров но это не совсем что такое Синай Син это бог Луны и мест которые называются Медбар Син Медбар Сина их много между прочим город Харан в котором город Нахора в котором жил Мушер Нахор там был главный культовый центр этого бога Сина и поэтому вроде бы здесь тоже есть какое-то место которое называется Синай то есть не исключено что Синай имеется ввиду это место где поклоняется как бы богу Луны и вот это это здесь короче теперь другой момент у нас в книге Дворим написано что 11 дней пути от Хорева через гору Саир до Кадыш-Барне вот у нас Кадыш-Барне так вот у нас гора Саир если мы идем отсюда то мы проходим через гору Саир но если мы идем отсюда из Хорева в Кадыш-Барне а это то причем здесь Саир то есть по вот этому тексту тоже получается что Хорев находится вот здесь и одно из возможных вариантов это там Халаль-Аль-Бадр и вот ее фотография это собственно вулкан видите это кратер вулкана теперь вот здесь вулканы есть в Синае вулканов нет и все описание горы Синай горы Хорев оно очень похоже на описание вулкана давайте посмотрим ну мы сейчас до этого дойдем но если мы исходим из того что это вулкан то как мы можем объяснить историю сгорающего кусту пусть горит огнем и не сгорает значит вот такая картинка объяснение что это дерево акация которое растет на трещине с которой выходят вулканические газы которые горючие это могло загореться от молнии не знаю что и когда акация сгорает то у нее остается обугленный ствол получается она не рассыпается в пепел становится обугленным стволом который действует как фитиль и вокруг него горит огонь честно говоря вот знаете такие печки где здесь вроде искусственный уголь сюда подведен газ и это горит и не сгорает этих печек электричества тут нет здесь просто навалены угли подведен газ подожжен угли как действует как бы как фитиль и все это горит сколько угодно такую историю честно говоря мы знаем вот смотрите фитиль масляной свечки если подливать масло почему он не сгорает зачем если сюда подливать масло то эта штука будет гореть сколько хочешь фитиль сгорать не будет фитиль в обычной свечке парафиновой сгорает потому что он так как бы дизайн такой-то специально сделан а в масляной свечке это не нужно он может гореть сколько угодно если это не сгорающая кустка грубо говоря это просто дерево которое растет над галканической трещиной это вполне могло быть естественно и это как бы сказать это как бы не умоляет не развенчивает ничего наших религиозных чувств потому что то есть ковление необычное и главное что Ашем говорит с Моисеем в этом месте вот это самое главное а горящий куст это аксессуар это просто чтобы привлечь внимание ну что у нас еще есть огненный столб и облачный столб это очень похоже на то что есть вулкан что происходит вулкане которые но не совсем уж дремлет а так жизнь теплится что называется оттуда идет и облако дыма и огонь когда мы смотрим на это днем то мы не видим огонь мы видим облако дыма а когда потому что оно рассеивает свет а когда мы смотрим на это ночью то мы видим то что светится то есть мы видим огонь вот пожалуйста вот облако дыма из вулкана вот то же самое примерно что видно ночью ночью мы это облако не видим потому что свет идет изнутри. И вполне возможно… Так, Миша только у меня застыл, либо у всех? У всех. Ага, ну хорошо, не разбегайтесь. Поэтому у нас такая потрясающая тематика… Ну да, такая потрясающая тематика, я думаю, что просто как бы экран не выдержал. Тов, сейчас я думаю, что Миша по новому войдет. Секунду. Смотрим на меня. Слышно? Да, слышно. Я не вижу, кто это, но слышно. Да, Абрам, слышно великолепно. Ну, правда, сейчас хотим, чтобы Мишу было слышно, но не важно. Миша, ты вылетел. Это, наверное, из-за меня сразу все застыло. Да, ну это… Подключается обратно. Спасибо. 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 Да, секунду. Микрофон только включи, пожалуйста. да отлично сейчас все слышно да но только как бы отслеживая ситуацию потому что ну неважно это либо компьютер либо интернет но думаю что компьютер потому что голос нет я сижу на балконе то может быть вай фай него продолжим я не хочу сказать что вот это объяснение она как бы все объясняет это только есть за что критиковать а именно по тексту знаем что огненный столб и облачный столб они перемещались а здесь это не так есть много есть как бы много есть поводов для критики но я хочу сказать что это направление когда мы что-то и огненный облачный столб мы с они похожи на какое-то естественное явление природы и самое логично это вулкан вот смотрите давайте посмотрим описание вот я выписал все те стихи которые показывают намекает на то что это был вулкан и был там гром и молнии голос шафар то есть гром дымился восходил от нее дым видны сполохи огонь и гора пылает и так далее если мы возьмем свидетельство людей которые видели извержение вулкана или которые были перед этим а этих свидетельств навалом там то они описывают вулкан вот примерно точно вот так же описывают в этих описаниях лавни а где лава а вот сколько у нас стихов которые говорят что горы текли горы таяли горы растают горы текли вот отдел чудеса горы текли перед лицом твоим горы трясли с холмы растаяли то есть то что горы текли по этим описаниям это видно что это как бы действующий вулкан опять-таки это ничего нам как бы особенно не меняет это просто говорит о том что что всевышний используют естественные но редкие явления чтобы проявиться ничего больше я думаю что у меня еще есть несколько рассказов но я думаю что мы наверное сегодня закончим или мы еще продолжим я думаю что надо спросить у народа это раз у народа могут быть вопросы если хочешь давайте оставим на вопросы потому что есть еще несколько рассказов и видим это на следующий раз окей есть еще рассказ про наступление красного про Иисуса Новина про остановку солнца про наступление Иордана про про царя Хискияо про солнечные часы про гидона с шерстью в общем еще достаточно чудес которые можно объяснить окей ты решил пошатнуть нашу веру я понимаю ты нам разобьешь ну хорошо мы переходим к вопросам я только единственно хочу спросить слегка сказать пожалуйста вопросы да регламент то есть задать вопрос а не фронтальная дискуссия с Михаилом хорошо пожалуйста мы вас слушаем хочешь выключить пожалуйста если у кого-то есть вопросы организационный вопрос можно ну по поводу вулканов да нет по поводу организации таких лекций так дело в том что я первый раз участвую слушаю лекции мне как бы хотелось бы это продолжить но я сейчас нахожусь в Москве еще очень долго буду поэтому вопрос такой это дальше будет проходить по интернету да и даже когда карантин кончится ну мы вообще наша жизнь не связана с карантинами как бы мы до карантина жили после карантина и в карантине да все очень просто я вам закрываю как бы этот вопрос есть сайт называется lillemod.org там все расписания пожалуйста смотрите пароль если в один раз вошли вас интересует какой-то конкретное конкретный курс в селекции этого курса они проходят в одно и то же самое время и пароль все время один и тот же то есть в принципе вы можете раз сохранить и все если вы хотите забыли их или хотите спросить пожалуйста найдите меня в фейсбуке всегда можно написать хорошо сейчас запись лекций там выложена и презентация тоже выложена да да там есть все скидки на все на слиха все линки на 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 прошедшие лекции так дальше ну хорошо я думаю организационную сторону мы закрыли есть вопросы по существу у меня есть вопрос да конечно я может быть пропустил я подключился в конце по поводу того как раступилась море то есть какие физические процессы происходили когда понимаете как значит это физики это могут физики долго спорить но когда у меня есть конкретный исторический пример как наполеон переходил через красное море и тоже чуть не потонул как фараон то никаких уже физических объяснений уже можно не давать если у вас есть конкретный пример так вот в воспоминаниях секретаря наполеона описывается вся эта ситуация как он в одну сторону перешел посоху а в другую сторону едва не потонул как фараон наполеон он гениальный человек как он сделал они на обратном пути зашли в это красное море а там был уже начался прилив и у них кони начали терять почву под ногами тогда наполеон выстроил всех своих соратников а их было как я понимаю чуть ли не сотня он их выстроил колоннами радиальными колоннами в центре которых находился он каждый колонна пошла в своем направлении и идея была в том чтобы как только колонна начинала терять почву она останавливалась вот из всех колонн одна не остановилась тогда все остальные пошли в этом направлении и так они нащупали то место по которому это можно пройти наполеон вы объясняете тем что вы объясняете именно событиями историческими событиями я хочу сказать что это было возможно понятно можно говорить о возможности но в общем то сама тура когда Моше начинает петь песню он как раз раньше подсказал такую версию что когда Моше начинает петь песню он говорит о некоторых физических элементах да например он говорит о том что вздыбились воды потому что они смёрзли там конкретно слово идёт то что они смёрзлись если учитывать то что всю ночь дул ветер и если вы дуете на воду то она расступается и если это делать локально и долго то она в конце концов должна замёрзнуть вот поэтому сама тура сама тура объясняет каким образом физически это произошло я понимаю что наполеон и так далее наполеона не было ветра там был просто прилив и отлив понятно вы объясняете тем что прилив и отлив конечно это естественное явление вот но вы же поймите вы поймите есть еще один фактор через неделю после того как идет новолуние да при новолуни насколько я понимаю луна находится уже но она находится близко аврам в чем вопрос аврам в чем вопрос сейчас я скажу я примерно сейчас я сделаю шер скрин я объясню так сказать чем фокус сейчас одна секундочку мы здесь уходим в физику приливов и отливов так значит прилив и отливы зависит от фазы луны теперь исход из египта это полнолуние 15 ниссана переход через красного моря это позже вот здесь на этой картинке как-то не странно луна нарисована правильно это третья четверть луны мы знаем что через месяц евреи уже были то есть как далеко то есть переход этот переход был на третьей четверти луны приливы большие через неделю через неделю после выхода они они да они начали то есть через неделю после выхода когда луна стала там действительно одна четверть или три четверти и так далее честно когда она возможно она так сильно не влияла как например луна когда полнолуние сейчас для приливов полнолуние это как раз самый низкий это самый низкий самая низкая амплитуда а новолуние это самая высокая посмотрите в интернете есть сайт который показывает высоту прилива и отлива в данный момент в каждом месте наберите советский залив приливы и отливы и он покажет какая амплитуда приливов и отливов вот и все тем более что это происходило когда в ночное время да то есть всю ночь луна находилась конкретно для приливов и отливов приливы и отливы ночь и день роль никакой не играют важно новолуние или полнолуние а приливы и ночь или день это зависит это не смотрите так сказать там интерактивно показывают высоту прилива и отлива в каждый момент в каждом месте можно с этим поиграть и посмотреть если есть история описание струи смерзлись и но всю ночь дул ветер то это тоже одна из версий но она не связана никак с отливом и понимаете как когда мы все-таки это же песни это стихи возможно преувеличение стихи в качестве такой документационной основы во многих стихах царя давида есть пророчество поэтому нельзя считать что стихи несут только и рациональное зерно эмоциональное там же есть и рациональный есть псалом 30 по моему там конкретно имеет в виду пророчество с рациональным зерном вот поэтому авра но ширатаям не призвано не призвано объяснить физику твердого тела все-таки с этим надо согласиться ширатаям ширатаям правильно не смотрите когда мы говорим вот та же песня де боре когда там говорится географические названия я понимаю что это не преувеличение когда ширатаям говорится что наступил с красное море я понимаю что раступил с красное море а вот то что в воду смерзлись там как строят это уже что-то такое поэтическое которое можно толковать как угодно можно сказать что они застыли кафу кафу кэнет но злим можно сказать что они застыли почему они замерзли реально кафу замерзли застыли когда ветер дует тогда все замерзает ну очень-очень рациональные стихи идея понятна кто-то еще что-то хочет спросить будь и добры еще раз адрес сайта где все выложим elmo.org 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 услышал окей а мне по поводу восточного ветра да ну это же условно он может быть восточным зависимо что условно он может быть условным в зависимости отношению кому кто как считает нет смотрите значит сейчас возможно это надо со стороны Израиля стать сейчас сейчас я сейчас сделаю одну структуру а там ветер кедем там есть в восточном два слова то есть лизер нет восточный ветер это кедем ну там как написано кедем или или изра кедем это как бы не восточный это всегда смотрите значит значит как я понимаю есть рух кедем и рух ям сейчас мне нужно одну структуру а вот вот это вот скажем есть рух кедем и рух ям значит в Израиле когда мы находимся в Израиле то рух ям это морской ветер это запад а рух кедем это соответственно с востока но когда мы находимся в Египте то рух ям это северный ветер так сказать и поэтому что они понимали под рух кедема это как в Израиле или как здесь или это ветер с пустыни ну это как бы не очень понятно но что мне так сказать тут как бы важно у Наполеона все это происходило вообще без ветра ему как бы всего хватило уже без ветра ну смотрите все таки между Наполеоном и так сказать Моисеем там три тысячи лет за три тысячи лет уровень моря он немножко изменился так сказать раньше море вроде было ниже и где евреи реально переходили то есть здесь здесь получается что переходили так сказать Суэцкий залив потому что в Илладском фактически нет приливов а в этом море тоже это озеро там тоже нет приливов то есть евреи могли переходить в Суэцкий залив вот сейчас не в этом месте вот здесь Наполеон переходил евреи могли переходить в другом месте потому что уровень воды был другой по идее он был ниже То есть был ветер, смотрите, если мы понимаем восточный ветер, это вот так, это в общем не здорово. Если мы понимаем ветер с пустыни, то он мог быть вот так, а это нормально. — Миш, ну согласись с тем, что все-таки все эти события, которые ты сегодня пытался развенчать, они все называются именем Несим, правильно? Несим, да, это такое, мы понимаем, что это сложное, емкое слово. — Нес, Нес, это по-русски переводится чудо, но кроме того, Нес это то, что, как флагшток, да, то, что впереди на все поколения является некоторым указателем. — К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что все-таки идея как бы физического развенчания в том случае, что, ребят, смотрите, ну как бы чудо в русском понимании там не было. Почему? Потому что я вам сейчас объясню, как по физике это происходит. Но тем не менее, тем не менее, сама Тора говорит, что эти явления, они называются Несим, в том смысле, что они стали Несом, они Нес для последующих поколений. — Но Нес не может быть для последующих поколений, потому что, вот для нас, например, если радиоволны были Нес в 100-200 лет, то сегодня это уже не Нес, понимаете? — Правильно. — То, что делает он, он правильно объясняет, он говорит о том, что действительно каждое явление, которое существует на Земле, это всегда, с точки зрения человека, всегда будет Нес, потому что, ну, на этот момент. А для будущих поколений это уже может быть и совсем не Нес. — Сто процентов. Значит, получается, что даже при развитии науки, которая, скажем, будет, сможет и в дальнейшем еще лучше объяснять физическую основу тех событий, которые происходили, да, и которые, поверьте, людей нашего поколения представляются не сверхъестественными, да, — Но, тем не менее, в этих событиях было что-то, что они продолжают оставаться для нас некоторыми знамениями. Если не чудо, то знамения. — Ну, знамения — это, скорее всего, более точная формулировка. — Ну, наверное, да. — Наверное, да. — Потому что Нес, ну что, человек никогда не может знать всех сил, которые существуют в этом мире. И они и скрытые, и биологические, и всякие там поля, биополя. Кто они когда-то знали? — Окей. Миша, у тебя есть еще что-то сказать? — Мата, мне кажется, что самая важная мысль для меня, и Микаил это подчеркивал, что оно произошло в нужное время. — Это да, 100%. Да, мне тоже это очень как бы задевает и нравится. Да, вот это, по-моему, это классная идея. — Это как раз промысел, да? — Ну, промысел, да. — Промысел вечного, который дает это все. — Да. — Смотрите, я не пытаюсь как бы развенчивать чудеса, я пытаюсь следовать стилю изложения. А стиль изложения в Таре и в книге Иошуа, и в книге Шовтим, он такой, что как бы все эти сверхъестественные события, в кавычках, они принижаются. Они намеренно принижаются. — Да, я понимаю. — Везде дается намек на это. Это не в других книгах, кстати, это не так. Когда мы читаем про Ильиша в чудотворце, там, наоборот, подчеркивается, что это чудо объяснить нельзя. Там сам стиль говорит о том, что это вот, так сказать, естественные события. — Да. Ты видишь это по стилю, поэтому там и не надо искать никаких объяснений. А вот все то, что я рассказываю, это там, где есть намек на то, что это естественное. Я просто это как бы линию развиваю. Вот и все. То есть мы дойдем до событий, которые позиционированы как сверхъестественные. Я сейчас сосредотачиваюсь на тех событиях, которые не позиционированы. — Ну хорошо, скажи, а как бы религиозная основа того, что ты говоришь, можно ли так бы коротенько сказать, что ты нам хочешь показать, что еврейская вера, она не базируется на вере всех сверхъестественной. — Конечно. Это мы же хорошо помним историю со спором раби Элезера и мудрецов. — Да. — Все помнят историю по поводу там кошерности какой-то печки. — Ну да, да. — Где раби Элезер пытался и логику, по логике проиграл, по авторитету проиграл. То есть, сказать, тогда он сделал чудо. — Он достал Джокер. Он Джокер достал. — Да, мудрецы ему сказали, что это ранен не на небесах. То есть, это как бы… Нет, есть и другой момент сейчас. Вот смотрите, все то, что я вам рассказывал, так, все эти события, там нигде не было ангелов. Там, скажем так, как Всевышний хочет устроить какое-нибудь знамение. Значит, если он хочет реально устроить чудо, как мы понимаем, сверхъестественное, так он ангела посылает. А если ангела не было, так это значит закон природы. Вот так. Там, где нужно, так сказать, так, чтобы не было естественного объяснения, туда тогда посылается ангел. — Конечно, у него широкий, обширный объем инструментов, которые он пользует. — Безусловно. — Окей. Ну хорошо, господа и дамы. Мне кажется, мы хорошо пообщались. Дальше. Вот во время нашего занятия я получал сообщения от разных людей, в которых они говорят, что эти лекции очень вредные. Почему они вредные? Потому что они могут пошатнуть веру у простых людей. И как бы вообще показать им, что на самом деле никаких тайн нет, никаких загадок нет, чудесов нет. Ну вообще как бы во что-то доверить. Прошу прощения, замечания. Ссылка на великого профессора выбегала, помните? Ему говорит его оппонент, что за демагогия. Что значит, это дубли у нас простые. Что значит простые люди? Правильно. Вот я именно это хотел сказать, что те, кто заботятся о душевной целостности, вере людей, мне кажется, что это зря. Мы считаем всех слушателей, во всяком случае, не глупее нас. Но как бы не глупее меня сто процентов. Они сто процентов умнее меня. Поэтому эти вещи открыты. Мне кажется, наоборот, пример как бы доктора Михаэля Голосовского, которого я лично знаю. Ну мы в Израиле уже 30 лет, значит, уже все уже 30 где-то с Гаком. А Ливай, чтобы все были такие религиозные, как Миша. Миша читает Дрошот в нашей как бы синагоге, правильно? Где люди говорят с высшими образованиями. Так что мне кажется, что все нормально в рамках религии, в рамках этой специфической религии, которая называется иудаизмом. Этому вполне есть место. Окей? Но в основном боятся это из христианской секты. Там очень много догм, поэтому сложно быть гибким. Если вы предлагаете версии, так они это воспринимают как истинную последнюю инстанцию. Ну, хорошо, у нас другая епархия. Вот я тут говорил про книгу этого Колина Хемфриса, сэр Холина Хемфриса. Это то, что он религиозный, он христианин, но он религиозный. Это у них, они тоже не боятся такого подхода. Ну, очень хорошо. Они ищут естественное объяснение, и никаких проблем у них по этому поводу нет. Окей. Ну, хорошо, непорочное зачатие мы сейчас объяснять не будем. Это мы оставим на следующем. В Талмуде есть? Почему, в Талмуде-то есть? Зачем? Зачем Талмуде? Сара народила именно непорочным зачатием. Просто там было наоборот, и все. Окей. Замечательно. Ну, хорошо, мы на сегодня заканчиваем. Правильно я понимаю? Тов. Окей. Доктор Голосовский, большое спасибо. Да? С Божьей помощью в следующий раз. И с удовольствием послушаем про последующие развенчания и укрепление нашей веры. Все. Счастливо. Пока. Счастливо. Пока. Всем счастливо и пока. Пока. Пока-пока. Всего хорошего. Пока. Будь здоровым. Счастливо.